Дорогие друзья, давайте соберемся для последнего решающего усилия. Сейчас начнется Армагеддон. Для тех, кто только что подключился к нашему эфиру, все-таки в воскресенье, все сейчас отдыхают. Пять минут, судя по всему, Сережа Корякина, судя по белому рукаву. Причем можно точно сказать, что это он выбирал. Да, это мы знаем наверняка. Саша всегда берет белые, поэтому... Жребий выпал так, что право выбрать оказался у Сережи Корякина, он выбрал белый цвет. Ему надо обязательно побеждать, у него пять минут. У Александра Горещука четыре минуты, ничья его устраивает. Так что сейчас, зная о неудаче Петра Свидлера, самое главное для Горещука все-таки успеть сделать 60 ходов за четыре минуты. И потом наступят спасительные добавления. В этот раз не Берлин, в этот раз четвертая Д3. И сохраняются фигуры на доске. Тем не менее, понятно, что позиция очень-очень известная и дискутировалась и тем и другим многожды. Ходов 20, то есть черные могут быстро сделать? Я так ходил белыми сам с Корякиным, или точно так, или примерно так. Тут перестановок очень много. Ну вот теперь пешка на Е5 действительно висит, да? Наверное, да. Ну можно ладь, защитить. Наверное, да. Мне кажется, что довольно свежий порядок ходов направлен на то, чтобы, если удастся, развить коня на С3. То есть, если, скажем, ЕД, СД, ладья Е8, то конь пойдет на С3. А если ферзь Е7 сыграть? Можно ферзь Е7, да. Можно ферзь Е7. Более того, я не уверен, что она так висит по-прежнему, эта пешка. Там, не углубляюсь, все-таки первый ряд довольно слабый. Может быть, можно пока пойти А6. Да, вот может быть, можно пока пойти А6 и не реагировать на это. Потому что там на комбит Е5 есть комбит Е4, и ладья Е4, ладья Д1 шах. Опять же, я прошу прощения, что я начинаю примерно с четвертого хода варианта оглашать какие-то вещи, но... Да, действительно. Да, Е пока, может быть, не выигрывает пешку. И тогда черным выгодно подержать напряжение в центре, дождаться, пока куда-то разовьется конь. Ну, как мы видим, конь никуда не развивается. Белые по-прежнему настаивают на том, чтобы держать напряжение. Теперь, ну, видимо, поскольку побить ЕД не удалось заставить, конь уже должен будет развиваться на Д2. Или на А3, но скорее на Д2, я думаю. Но все равно у него неплохие перспективы, да? И на С4 может выпрыгнуть. Нет, ну это довольно стандартная как бы расстройка. Через Ф1 пойти? После конь БД2, например, можно пойти ЕД, СД, С5, и получается чуть ли не официальная теоретическая позиция, которая считается для черного довольно безопасной. Конь С4. Ну, даже слом Б7, допустим, или ЦД, слом Б7. Там... Так, смотрим на циферблат. Вот 3,50 у Карякина, 3,08 у Грищука. Было очень большое преимущество. Все-таки перерез во времени сокращается. Но он минуту уже сейчас думает. На самом деле до этого у него было 4,45, но вот он сейчас продумал за этим. Да, он ГД2 вынужден все-таки был пойти. Такой ход следовало сделать все-таки побыстрее. Да, ЕД, СД, и теперь можно Ц5, можно начать со слом Б7. И, может быть, это не бессмысленно, но Ц5 естественнее. Вот здесь конь С4 тоже, естественно, ага, Д5. На Д5 тут черные обычно пытаются слом Б7, С6. Иногда они еще включают ход слона А5, чтобы этого слона немедленно разменять. Пристроить его как-то. Да, кстати, слон А5-то выглядит очень здраво. Ну, белый ход ладей Е3, и по-прежнему остается вопрос, куда с ним как податься. То есть взяли на Д2, да, слом Б7, С6, но там пешка Д6 же потом будет слабая. А у белых пешка на Е4, сорочная. Вот. Ну, пальцы, как бы, структура эта очень известная. Со мной... Ну, слом Б7 сыграет. Вот, С6 сразу. С6 тоже можно, ДЦ, Ферзь, С7, Ферзь, БЦ, С6. Просто на упрощение. Это вполне разумный подход такой, чтобы не создавать себе лишних поводов задуматься. Ну, а если конь С4, слон Ф4 сейчас? Слон С7. Ага, то есть там взятие на Е4, видимо, приведут к противному материалу, да? Ну, Сергей даже решил не связываться, с этим пришел просто Б3. Но слом Б2 с идеей взять на М6 тоже неприятно. С идеей, да. Тоже очень разумно все. Пока все очень разумно за обе стороны. На слом Б2 придется делать какой-то неуютный ход. Может быть, какой-нибудь слон... Может быть, Д5 как-нибудь? Слон Д8. Д5 на самом деле все-таки беспешно. Слон Д8, да. Слон Д8, понятно, что некоторое давление у белых есть. Но, с другой стороны, если черные успеют, скажем, слом Б7 создать давление на пешку Е4, то потом, по идее, фигуры должны выйти. Поэтому немедленно следует Е5. Да, и теперь требуется некоторая точность, поскольку у белых временно какая-то такая фигурная активность. Ну, может Ферзь С7, слом Б7 как-то покрепче. Можно Ферзь С7, да, можно. Смотрите, какое напряжение. Колоссальное напряжение сейчас на Левице Александра Гречука. А думать-то некогда. Некогда. Он и так отстает по времени, да. Ферзь С7, да. Вот так было чуть-чуть побыстрее, но это со стороны-то советовать всегда легко. Да. Есть какой-то ход Конь Ж4 сейчас. Но так или иначе перевес во времени у Корякина становится... Ощутимый. ...больше минуты. Конь Ж4, мне кажется, очень может быть недостойный ход. Но, с другой стороны, он очень упрощает позицию. Конь С4, но слом Б7 надо делать сразу, да? Владея Е6 очень, на самом деле, мне нравится ход. Чтобы она никогда не висела. И потом слом Е7 еще, защищая пешку С5, подводя слона на хорошую позицию. И только после этого слом Б7 и вторую на Е8. Ну, точно так. Если черные все это успеют, то у них будет просто хорошая позиция. Понятно, что белые должны попытаться чего-то из этого не допустить. Но именно поэтому, мне казалось, опять же, я не хочу лишний раз настаивать на этом. Но Конь Ж4 все-таки вынуждала. Видимо, Ладебет Е1, Ладебет Е1, слом Беже 4, АЖ. После чего у белых был устойчивый позиционный перевес, структурный. И там-то у них был такой, ну, то, что называется, бесплатный заезд. Что очень хорошо входит в Ладебет Е6, что в следующие несколько ходов делаются очень быстро. Да. Слом Б7 у них 5 слонов 8, например. Так, но Е5 брать нельзя, да? Скорее. Взяли-взяли-взяли и Конь Д5, да? Конь Д5, да, съел материал. Ферз Д5 и взяли Конь Д5. Ну, там, скорее всего, все подвисает и теряется, я думаю. Слом Б7, правда. Было заманчиво, да. Пока не нормально все, ничего. Конь Д5, можно слон Ф8, можно ладья Е8. Пока поплотнее, чтобы не... Да, если черная ладья сейчас подойдет к центру, то черный будет уже не хуже. Ну, лучше слон Ф8, наверное. Наверное, слон Ф8, да, да. Только быстро, только все надо быстро. Сейчас очень велика цена... Минута 26 против полутора. Цена секунд. Цена секунд, да, возрастает с каждым ходом. Но, с другой стороны, черные практически решили чисто шахматные проблемы, осталось один ход сделать. То есть, надо надавить на коня Е5, Ф8, С6, С4. Ну, белые, видимо, пойдут Ф4, поскольку, как бы, давать его сдвинутую... Чувствуется, что Сергей хочет пойти к конь Ж4. Ну, тогда комби Ж4, АЖ, ладья Е8. И линия Е, комби Ж4 нельзя, ладья Бет Е6, потому что ферзь H2 шах. И ладья Е8 сейчас, да. Да, тут вот эти паузы, они... И ладья Е8, и теперь... Просто ладья Е6. По смыслу, у черных довольно комфортная должна быть позиция, если не брать временной фактор. Ф6. Ну, а по времени почти равенство. Но его нельзя не брать, и временной фактор становится все более и более... Можно ли играть Ф6? Ф6, Ф4, немножко неудобно. Ферзь Ф7? Ну, да, но не хочется. Но, тем не менее, да-да-да, ну, время, темпо-темпо. Ладья Ж6, может быть, да? Он ищет... После Ф3 некуда дальше будет ходить. Ну, вот тратит сейчас секунды. Возможно, решающий момент в партии, дорогие друзья. Вот, очень важный. Видите, как много времени прошло? Ладья Ж6, Ф3, пока ограничивая слона. И что задумано? Пока ничего не задумано, просто, как сказать, обезопасился. Обезопасился и ждем хода. Ферзь Д3 такой неприятный. Так, Кролю на Ф7, да, и строился по диагонали. Кроли Ж8 надо. Придется пойти Кроли Ж8 назад. Да, надо быстро пойти Кроли Ж8. Кроли Ж4 сильная угроза очень. Но там уже, да, там уже как-то серьезнейшие проблемы. С4, на самом деле, хорошее, я думаю, практическое решение. Хоть какие-то фигуры активируют. Какие-то фигуры выходят, да? Но, правда, пешки уже нет по-честному. Да. Пешки уже нет и позиция хуже. Ладья Ж6, Х5, да, что-то надо. Слон С8, я думаю, что надо пойти. Ладью возвращать надо, ладью возвращать. А, Х5 ЖАЖ? ЖАЖ Ладья Ж5? А, ЖАЖ Ладья Ж5. Да, да, да. А, Ферзь Д3, Ферзь С5 шаг, КОНЕ3 шаг. Там просто на Ф3 подвисает, да. То вот здесь еще как-то белый король может включиться в какой-то... Практически очень правильное решение, поскольку бойца тяжелая и, по крайней мере, ходом Аш5 заставил задуматься. Что на часах? 50 секунд против 30, уже 45. Да, ну большой перевес, почти в два раза. И пешка лишняя, да, ЖАЖ Ладья Ж5. ЖАЖ Ладья Ж5, да, Ферзь Д3, Ферзь С5 шаг, КОНЕ3. КОНЕ3. И надо куда-то ходить королем. Ф5, да. Да, Ф5, на самом деле, правильно, да. Ферзь Д4, но теперь потеряется пешка Ф3. Взял и взял на Ф3. Взял на Ф3, да. Но только надо быстро делать это быстро. Очень быстро, 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 Саша. Нет, не разменивают Ферзей. Нет, решил оставить Ферзей. Это решение, я думаю, что... Да, покажите доску, пожалуйста, доску крупную. Ну, теперь уже объективно, как бы, понятно, что позиция этого черных тяжелейшая. Да, позиция. Ферзей он... Ферзей он... Странно, что не Ладьей, да. Странно, что не Ладьей. Теперь просто Ферзь Ф4 или Ферзь Д3, да, с контр-игрой совсем... Ферзь H3. Ферзь H3. Ага. 8 секунд против 17. Ну, правда, там шаг один, по-хорошему. Ферзь H5, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Да, видимо, партия завершается в пользу Корякина. И здесь просто, видимо, рубится флаг, уверенно, да? Стоп. Адья Д6. Здесь партия уже... Все, а, нет спасения. То есть здесь белый рубится флаг, дорогие друзья. Это уже рубка флага, да. И время, время закончилось у Грещука.